Мои зрители, все, которые нуждаются в духовной пище такого рода, обязательно ее получат. Ну, пусть с экрана телевизора, через DVD, но все мои фильмы, которые блестяще провалились на экранах, на экранах кинотеатров, все равно их все потом посмотрели, все, кто мне нужен. Я же закончил геологический факультет сначала, и не помышлял ни о какой режиссуре, ни о каком кинематографе. И вот однажды иду я по городу Горького, еще будучи геологом, вижу, что снимается кино. Все бегают, суетятся, переносят реквизит, переставляют осветительные приборы. Только один человек сидит в кресле, опершись на палку, курит, ему приносят кофе, чай, что-то там шепчут на ушко. Я спрашиваю зрителей, говорят, кто мне, говорят, это режиссер фильма Марк Донской. У меня тогда, конечно, и в голове никакого кина не было. Но я тогда еще, помню, про себя отметил, думаю, вот это профессия. А там как-то все так повернулось, и мне ничего не оставалось делать, как выступить во ГИК. И вот я смотрю, как я уже сижу в кресле, мне приносят чай, кофе, что-то шепчут на ушко, а я кинаю в голову. Вот так я стал режиссером. Кино, творчество коллективное. Только когда каждый внес свой вклад, каждый занимался творчеством, а не формальным исполнением обязанностей, получается нечто ценное. У кинорежиссера две задачи – подготовить хороший драматурлический материал и окружить себя талантливыми людьми. А режиссер – это умение использовать таланты и способности окружающих тебя людей. Из книги Станислава Говорухина «Черная кошка». Я еще когда учился во ГИКе, я уже знал, что я буду работать в Одессе. Во-первых, это был единственный город, где я не был. Во-вторых, город, в который я был влюблен, заочен, так сказать, по литературе. Белеет парус одинокий, Пушкин, Бунин, Багрицкий, Бабель. И фильмы о детской киносуде в те времена особенно были мне, как-то на душу ложились. «Весна на Заречной улице», «Два Федора». Ну, они были какие-то свежие, интересные. А комедия «Приходите завтра», помните такой? Я по сей день ее смотрю, просто когда она случайно идет по телевизору, я оторвать глаз не могу. В общем, вот диплом свой я знал, что я буду снимать в Одессе. Попросил, чтобы меня туда и распределили для диплома. Приехали мы с моим товарищем Борисом Дуровым, однокурсником, в Одессу снимать две короткометражки по рассказу не очень хорошего такого одесского писателя. Упивали, сходили, слушали эту речь. Они ведь не просто острят одесситы, они по-своему мыслят так. Вот так вот, скажите, если я пойду по этой улице, там будет железнодорожный вокзал? Он там будет, даже если вы не пойдете по этой улице. Так вот, мой брат уехал в Америку лет сорок тому назад. Он там живет вот так. Я эти сорок лет живу вот так. Так из-за такого кусочка я должен был уехать из такого города? Смеетесь? Я вам больше скажу. Мой брат вообще уже умер. И вот мы окунулись в эту атмосферу, и тут нас вызывает директор киностудии, говорит, вот горит сценарий, никто за него браться не хочет, про альпинистов. Ты же альпинист? Вот берите. Мы взяли этот сценарий, этот ужас собачий. Это уже был март месяц, и мы уехали в Дом творчества, стали писать сценарий. Получилось все по-другому, но такая же лабуга. Тут Боря Дуров говорит, давай вызовем Володю Максимову. Был такой великий русский писатель. В будущем главный редактор журнала «Континент», самого знаменитого журнала в инеграции. А в те времена уже вот-вот диссидент. Приехал, значит, Максимов, мы ему объяснили, что вот надо что-то делать со сценарием. Ну и подвальчик повели его. В Люшдорфе это было. По дороге расхваливали сухой мускат. Ну и вот это было нашей решительной ошибкой. Максимов попробовал этого муската и запил. Пришлось снять ему комнатку рядом с Дом творчества на берегу моря. И вот он там лежал, а наша обязанность была приносить ему каждый день две бутылки чернил. Это червономицне. Чернил назывались. Красная крепкая. Так вот сочинялся сценарий будущего фильма «Вертикаль». Это была наша дипломная работа. По сценарию, где не было никакой драматургии, и, в общем, мы это уже увидели еще до съемок, и решили сделать такую, ну, романтическую, видовую историю. Но нужны были песни. И вот появился Высоцкий. Если бы не Высоцкий, может быть, никакого и кина не было бы. Он, собственно, спас этот фильм. Почему он так долго живет? Не потому, что там пейзажи, что там, альпилизм, беспрекрасно. Благодаря песням Высоцкого. Впервые после этого фильма Высоцкий стал широко известен уже не как магнитофонный поэт, а как вот шансудет. Лавины пошли. Будто война началась. Камнепады, лавины, оружие, гор. Здесь во мне равнина, здесь климат иной, И тут лавина одна за одной, И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв, обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. Не можно свернуть, обрыв, обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. Небо, небо! Я земля, я земля! Я его всегда ощущал поэтом. И он себя ощущал в первую очередь поэтом. Не артистом, не певцом, а поэтом. Но надо сказать, что в жизни он совсем не был похож на поэта. Он был такой заводной, такой контактный. Он любил, рассказывая что-нибудь, Ну, какой-нибудь подмеченный случай, приврать. Помню, мы сидели у него на кухне, пили чай. Пришел, значит, Никита Михалков. Он жил на два этажа выше. Он приехал только что из Тегерана, Рассказывал про Шаха, про Шахиню. Фантастику какую-то он рассказывал. Потом Никита ушел, Володя проводил, Закрыл за ним дверь, вернулся на кухню, Говорит, смотри, как талантлив собака, да? Все наврал, а как интересно. И сам он был точно такой. В суету городов И в потоки машин Возвращаемся мы Просто некуда деться И спускаемся вниз С покоренных вершин Оставляя в горах Оставляя в горах Свое сердце Так оставьте ненужные споры Я себе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы На которых еще не бывал На которых никто не бывал На фильме «Вертикаль» Я почти всех наших артистов Дублировал мужиков Девушки-то и сами справлялись Хорошо, потому что Женщины там были Гораздо спортивнее Мужественнее мужчин Мужики ничего не могли сделать И я почти за всех за них лазил Ну так в спину На общем плане Из книги Станислава Говорухина «Черная кошка» Заметки режиссера В моей личной жизни Период работы над вертикалью Время решающих перемен Декабрь 1966 Я только что вернулся Из горной экспедиции Стою в монтажную окна Входит девушка с коробками пленки Поставила коробки И ушла Кто это? Спросил я у монтажера Это Галя Наша новая монтажница Эта девушка будет моей женой Сказал я Монтажер рассмеялся Он вообще человек Слава Достаточно одинокий по жизни Вот много работ Одно дерево Одно дерево Одно дерево Одно Объяснить это я не могу Я в общем-то Немножко рисовал Ну как рисовал Нужно же как-то объяснить Как я вижу кадр Оператору или художнику Поэтому все режиссеры рисуют Один рисует Два кружочка Четыре палочки Человечек Другой Чуть более похожую фигуру А хотелось конечно мне взять кисть Всегда хотелось Но детство было нищее Какие уж там Краски, кисти, цветных карандашей Это мы не видели Я вообще больше не люблю пейзаж Живописи Я бы даже у хорошо написанный портрет Какого-то незнакомого мне человека Не повесил бы у себя дома А пейзаж повесил бы с удовольствием В основном-то я в музеях учился Смотрел, как кладут мазок Как они обходятся с композицией Ну, я все равно Не в какие там Художники не лезу Я как был любителем Так им остался Даже скажу больше Я, по-моему, сейчас стал хуже Это делать Чем тогда, когда только что научился Из книги Станислава Говорухина «Черная кошка» Федерико Феллини как-то спросили За что вы любите кино? Он ответил За образ жизни «День Ангела» 1968 год В этом фильме я собрал Удивительный актерский ансамбль Николай Крючков Иван Переверзев Борис Андреев Была Россия Да вся вышла Осторожней Это было лучшее время Моей киножизни В нашем распоряжении Был целый корабль В следующем году Он должен был идти На металлолом А пока на нем Проходили практику Курсанты мореходки Слишком много воды Борис Федорович Андреев Беспрерывно шутил Вот мы снимаем кадр И там в массовке Одной из женщин На пароходе Выскочила обезьянка С рук И карабкал Выставлен на капитанский мостик Андреев тут же В кадре Говорит Вот видите Сударова В наше время Каждая мартышка К рулю управления Лезет Мы пытались бороться За эту фразу Но Нам все-таки Редактор Госкино Не дали Однажды он мне звонит В Москве Я говорю Приезжай Я тебе хочу Кое-что почитать Я позвонил Володю Высоцкому Я говорю Вот я еду к Андрееву Хочешь со мной Поедем Думаю Дай перезвоню Борису Федоровичу Говорю Борис Федорович Ничего если мы С Высоцким приедем Он говорит Да ну и он Я говорю Почему Дом наверное Пьет Я говорю Здрасте Приехали Пьет А вы Ну в общем Как выяснилось Он просто стеснялся Но потом Когда мы приехали С Володей Володя Высенко Его очаровал И Андреев Достал тетрадь Толстую И говорит Вот у меня был друг Цирковой артист Он мне перед смертью Подарил эту Толстую тетрадь И сказал Борька Ты у нас Человек остроумный Напиши Что-нибудь смешное И вот Я решил написать Афористический Роман Мы с Володей Так переглянулись То есть Афористический Роман Роман Состоящий Из одних Афоризмов Жанр Так под силу Древний А вдруг Будет не смешно Ну в общем Он стал читать Древние греки Никогда Не думали Что они Станут Древними греками Или вот Такой афоризм Голова Человека В отличие От тыквы В потемках Не созревает Это его Вечный Такой Лейтмотив Он всегда говорил Мало Будешь знать Скоро Состаришься Мозговые Извелины Даны Человеку Для того Чтобы мысль Не проскакивала По прямой Такая фраза Ну и очень много Об искусстве Талант Безмужество Высшее горе Художника Говорил он Все высокой материи Толкуют А возьмись за тело Трем свинья В шеи не разольют Когда он умер Борис Борисович Его сын Издал целую книжку Афоризмов Что Борисович Написал Маленькая Тая книжечка Уже библиографическая Редкость Афоризма Бориса Андреева Если вам попадется Советую Почитать Я любил путешествовать Любил путешествовать И, пожалуй, горы Это самое интересное Из всего Что я видел Огромная высота Суровая природа Ледники Лавина Ну, это тоже была Альпинистская картина Только время действия Отечественная война Период обороны Кавказа Немцы уже ведь Очень быстро заняли Главный кавказских ребят Поднялись на Эльбрус Поставили там свой флаг Подбирать 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 А у нас же никого Альпинистов-то не было Их потом стали собирать Ушельцы Во всех фронтов Когда схватились Что нужны горные стрелки Что воевать С дивизией Дельвейс Могут только Такие же Подготовленные люди Люська Гурченко Просто героиня Она вела себя Так мужественно Как не вел себя Ни один мужик Жив? Артём, жив? Я их однажды Выбросил на вершине Дон Гузаруна На вертолёте На высоте Почти пять тысяч метров И мы отлетали на вертолёте А они играли сцену С Никоненко Если бы вертолёт Не вернулся Или что-то с ним случилось Они бы там погибли Как я Мог так поступить С актрисой Но ей я просто Благодарен на всю жизнь Вот это артистка Высоцкий там сыграл Крохотную роль И написал Замечательную песню Которую я не вставил Потому что Видимо Отшибло мозги А перед этим У нас была Катастрофа Мы на вертолёте На высоте Три тысячи Чем-то там Метров Вмазались в скалу Спустя 14 лет Я поднялся На это место И лежит Наш вертолёт В обломке Не взорвался Не загорелся И поэтому Мы все живы Господь уберёг И вот Наверное Мне мозги отшибло И я эту песню Не ставил В фильм О чём Жалею по сей день Это неверно Сказал Копчёный Верно Потому что Я здоровый Умный мужик Молодой Трачу свою жизнь На то Чтобы освободить Землю От разных Смрадных гадов И хотя Руки у меня Не в мозолях Но если я За год Десяток Твоих дружков Переловлю То уже Больше своей зарплаты Сэкономил А я по счастью Много больше Вашего брата Ловлю Это не музей фильма Это скорее Скорее Музей эпохи Той послевоенной Москвы Вот Которая была Отражена и в фильме Ну и вот Конечно Тут волей-неволей Вспоминаешь Фильм Место встречи Изменить нельзя Любимую картину Советского народа Вот это мысль Маня Я вижу У тебя начинает Просыпаться Гражданское сознание Ой, да чехты на твое сознание Я ее никогда не смотрю По телевизору Снимая фильм Уже устал от него Потому что это Пять серий Монтировали тогда Не на компьютере Пленку Разрезали Зачищали Кончики Склеивали Это был такой Мучительный процесс Все делалось Наспех Снималось это На Одесской киностудии Артистов на пробу Надо было Возить из Москвы Это очень тяжело Срочно 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 За 10 месяцев Снять 5 фильмов Значит За 2 месяца Фильм Поэтому конечно Я вижу какие-то Огрехи Начиная с причесок Костюма Вот например Есть любители Искать всякие блохи И это хорошее Вообще занятие И правильное И в частности Я помню Кто-то из зрителей Заметил Что например Евстигнеев Который играл Ручечника Одет в чешский Костюм Того времени А совсем не в костюм 45-го года А история была такая Значит Мы сшили Евстигнееву Костюм Настоящий костюм 45-го года С широкими плечами Однобортный С широкими брюками Он приехал Померил их костюм Скал Нет Я в нем Сниматься не буду Вот на мне Чешский костюм Чем он плох Я пытался ему Объяснить Евгений Александрович Женя Ну нельзя Это У нас фильм Нет Я не буду В нем сниматься И все Хоть застрелим Ну что делать Ну жалко было Отказываться От такого Изумительного Актера И снимай бы Вы его В этом костюмчике Не купишь Мне на эту Туфту Так что я лучше Помолчу Здоровее буду Здоровее не будешь Снимешь ты Свой заграничный Костюмчик Оденешь Телогрелечку И Или на лесосеку Или в солнечный Магадан Может быть Ну уж лучше В клевту Лагерном На лесосеке Чем в костюмчике У Фокса На пере Фильм Экран Вышел 10 ноября 79 года Значит Принимало его Высокое Милицейское Начальство Я не присутствовал Надо сказать При этом Это Сдавало Телевизионное Начальство Высокому Милицейству Ну там Были Замминистры Щелокова И вот Эти Замминистры Посмотрели Этот фильм И после Второй серии Поднялись Дружно Сказали Вы что Хотите Чтобы Советский народ Целую неделю Говорил только О ворах И проститутках И ушли Облизится 10 ноября День милиции А у них ничего нет Для Того Чтобы показать В этот праздник И вот Надо отдать Должное Телевизионному Начальству Тех лет Тому же Лапину Они на свой Страх и риск Запустили Эту картину Сторож Со складом Позвонил Он к знакомой Творчихе Напротив Зашел Погреться Возвращается Замок вроде На месте А изнутри Полоска света Пробивается Ну он конечно Заходить то побоялся А видит внутри Кто то шурует Он и позвонил Ноль два Черная кошка Черт его знает Теперь направо Туши фары Тихо Оружие к бою Ваня Ты про заначку Не забыл Я про заначку Какую заначку В общем так Короче говоря Еще раз узнаю Что ты от жены Свол пистолета Сорублевку прячешь Смотри у меня Ой Глеб Егорович Так от меня ж хиба спрячешь Ей бы с янюком Только у нас работа Я вот в прошлый раз Кобуру спрятал Нашла А пистолет все же таки боится Отрывать Так все тихо Я не видел первую серию На экране Ни вторую Ни третью Потому что первые две серии Я летел из Одессы в Москву Туманные Самолет не принимают Третью серию Я просидел в ресторане Дома кино А четвертую я ехал В поезде Москва-Казань Моей бывшей жене К сыну Я приехал утром А вечером Состоялась премьера Пятой Заключительной серии фильма Я думаю Вот пятую я посмотрю Но не дождался И заснул Проснулся От какого-то Грохота За окном А в этот день А над ним Небо разрывалось В разноцветных огнях Салют И вот тогда я понял Что да Фильм Имеет успех Вон он Вижу Проходи К нему вперед Встань у него за спиной Шагах в трех А ты что Иди-иди Попалет А ну стой 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 Тебе говорят А ну кинозап Не дергайся Гражданечка проверьте Пожалуйста Сумочку проверьте Ой Гражданечка Товарищи Да что такое Был отец Ребелый Для человека Вытворяют Не дергайся Сумку Порядали Покойно Граждане Мы работники Мура Только что На ваших глазах Задержали Известного Рецидивиста Карманника Значит Свидетелей Потерпевшую Прошу пройти За нами В отделении Милиции Это здесь Недалеко Не беспокойтесь Товарищи Подними Кошелек Сопрыгин Иначе тебе Будет плохо По-настоящему Час разбежался Что у тебя Приятный дурачок Чтоб я сам себе С полусорок поднял Товарищи Граждане На провокации Им главное Галочку поставить Человек А нет Кому посадить Ничего у меня нету Ничего Пусти Никуда не пойду Пусти Я боюсь Выбирайся Ты как молитв Вот я помню Когда я подбирал Артистов Я очень долго Не мог найти Артистку На роль Маньки Облигации И одна же Ко мне приходит Молодая Никому Еще неизвестная Артистка На роль Варьи Синичкиной Я спрашиваю Ну как тебе понравилась роль Она говорит Нет Я говорю Что ты не хочешь Играть главную роль В фильме Она говорит Нет Не хочу Я думаю Какая странная девочка Что тебе хотелось бы Сыграть Если она не понравится Придется искать Другой актрису И переснимать Другой актрису И вот хорошо Из первого кадра Стало понятно О Это Настоящая Манька Облигация Это была Лариса Вудовиченко Которая Через несколько лет Родила девочку Я ее как-то встречаю В доме кино Говорю Ну что, Ларис Как девочку назвала Она говорит Догадайтесь С одного раза Я говорю Манин Да, Манин Ба Это же знакомые мне лица Маня Ну в общем Я вижу Маня Мои разговоры На тебя не действуют Ты все по-прежнему Такая же Попрыгунья Старикоза Только учти Что лето красное Ты уже пропела Так что придется Тебе на сто первый Километр отправляться Да, вот Шарапов Довелась тебе Поручкаться Со знаменитой Манькой облигацией Дамой приятной Во всех отношениях Только работать не хочет А напротив Ведет антиобщественный Образ жизни Ты меня за руку ловил Волчина позорный Чтоб про мои дела На людях рассуждать Я тебя Не ругайся Маня Ты мне молодого человека Испортишь Веди ее в машину Шарапов Знаменитая фраза Помните Шарапов Начинает играть Шопена На что Промокашка Говорит О, так-то и я могу Он говорит А что тебя сыграть Мурку Мурку Вот эту фразу Придумали мы С Володей Высоцким Мы баловались Шутили И вся пятая серия Она В романе Ее не существует Всей малины То есть она есть Но совсем другая Эх, кулицы и браслеты Шляпки и жакеты Разве же я тебе не покупал О, совсем другое дело Горбатый существовал Кстати, хотел, чтобы Ролан Быков сыграл Но почему-то он тогда Не смог или не захотел Я не помню Предложили Джигарханену Тот С удовольствием Пошел на этот Странный грим У нас был художник Гример Лафьеров Который вот Любил выдумывать Всякие истории Из грима Придумал ему В частности Грим Джигарханену Который, кстати Это один из огрехов Виден Если присмотреться То видно Что это грим Ты это, Карп Правильно меркуешь Сгодится нам Это фрирок Ты получишь Жену щи варить Я еще ничего не решил А тебе больше Повторять не буду Пойдешь с нами Сядь и засохни Сколько что Мне денег дашь Если завтра За этим столом Фокс сидеть будет Десять кусков О, спасибо тебе, папаша С доброту Защедрить спасибо Значит, если я стукач Зарежете вы меня А если я всю вашу компанию Спасу Так десять кусков получу Двадцать бутылок водки Смогу купить Спасибо тебе, папаша За доброту твою Небо Эра милосердия Так назывался роман Но у братьев Вайнера В журнале смена Он публиковался Под этим названием Место встречи Изменить нельзя Мне казалось Что название Неудачное И я Не любил его Но сегодня Я понимаю Что и название Удачное Он остался Как поговорка Дальше встречаемся Там же Место встречи Изменить нельзя Слушай, Глеб Зачем они это делают Я так думаю Что по кошке-то этой Найти их легче будет Улика ведь Так-то оно так Кто знает Может выпендриваться От глупой дерзости своей Не ученый еще в муре А может и похуже Все соображают Но рискуют Ужас хотят навести Дескать, если черная кошка То лапки вверх И не чирикай Рисунок это мое Мое ноу-хау Вот такую кошку я придумал Такую Так И хвост такой А вообще банда Черная кошка Не существовала Все сказки Все легенды Такая-то красивая легенда Но представьте В каждом городе В каждом городе Советского Союза Существовала банда Черная кошка Это какая-то Сеть организованной Присутки Но у обывателя Такая легенда Существовала Ну и он в нее верил Надо сказать Что уже К году К 49 Вообще В СССР Перестала существовать Организованная преступность Все что сегодня Иногда мы видим В кино О разгул преступности После войны Все чушь Абсолютно Я и жил в это время И знаю По сравнению С сегодняшней Преступностью Это передать нельзя Какое Какое мирное Время мы Жить Я не помню День начала войны Не помню Я помню День Победы Помню Как освободили Гомель Потому что Наши соседи Были из Гомеля Эвакуированы И я бежал домой Чтобы сказать Что Гомель Освободили Я прибежал А они уже знают Я так торопился Так Из последних сил Бежал Торопился Им сказать Что Гомель Освободили А они уже знают Войну выиграли Понятно Что ни Сталины Ни бездарные Полководцы Которые погубили 30 миллионов людей Войну выиграл народ Солдаты в окопах И наши матери И бабушки В тылу Даже дети Работали на Победу Выступали Например В госпиталях Перед ранеными Читали стихи Я выступал И читал Что-то вот Типа Оно пришло Не ожидая зова Пришло само И не сдержать его Позвольте мне Сказать вам Это слово Простое слово Сердца моего Товарищ Сталин А дальше не помню Вы большой ученый Типа этого Вот что-то Из книги Станислава Говорухина Черная кошка Заметки режиссера Теперь все И зрители И критики Называют фильм Место встречи Изменить нельзя Классикой Каково чувствовать Себя классиком Мало что изменилось Сказать, что я что-то Понял в профессии Не могу За каждую новую Картину Берусь со страхом А вдруг провалюсь Брызги шампанского Вышел на экран В те времена Когда Разрешили Секс на экране Матерные слова И никто его, конечно, не видел В кинотеатрах он не шел Он был никому не интересен Тем не менее Эта картина Мною любима Я ее снимал В году 88 Наверное Лето 42-го года Как раз идут Самые страшные бои Под Ржевом К осени немцы Оказались Под Сталинградом Воткнули флаг На Эльбрус И рвались К бакинской нефти Эй Просыпайся, милок Приехали Фильм о том Как молодой лейтенант Вернулся Из Бады Ржева По ранению В отпуск На неделю И увидел Москву Москва? Да Которая Буквально В 300 километрах От Ржева Где существует Коктейль-холл Где Люди вообще Как бы даже И не знают Что идет война Жирует Забыв даже О том Что война Происходит А он Из этих окопов Мне стрелять охота Ничего Это пройдет Тыл есть тыл Он должен быть спокойным А ты-то почему Среди этих Еще Сергей Иванович Заделался Привыкаю Помаленьку А это я Мне не хотелось Не вернуться В ту эпоху Не понимать Москву Меня Просто заинтересовал Очень тронул До глубины души Эта история И она мне показалась Бесконечно правдивой И сегодня Такой кажется Встать Всем встать Две минуты Ни звука Помяните гады Мою битую Перебитую роту И ты помолчи Сергей Смотри на часы Две минуты Ровно две минуты Сергей Иванович Скорее Патруль вызвучи Я покажу Скорее Патруль Скорее Проходите Пожалуйста Брюстик Шампанского Одна из моих Самых любитых Картина Мне есть картина Которая мне Действительно Говорит Ну например В смысле художественных Достоинств Он конечно Безукоризнен Но у меня К нему претензий Мало К фильму Действие Говорят В отличие от Места встречи Это первый Советский триллер По-настоящему Первая картина Такая страшивка В плохую погоду Наверное К этому остров Четверо причалит Когда дует Юго-Западный Сюда и вовсе Не причалит Остров отрезает От суши На неделю А то и больше Мне очень много Зрителей Особенно зрительниц Признавались В том Как они боялись После этой картины Там вроде Ничего не происходит Ну что Ну один за другим Умирают люди Ничего же там Никаких привидений Никаких вампиров Ничего там нет Но вот эта вот Атмосфера Сгущающегося страха Вот это и была Задачей режиссера Это достигалось Игрой актеров И мизансценами И музыкой Я помню Приехал Сашка Абдулов Мой любимый артист Но он играл Марстона Персонажа Которого Убивают Первым Все это Смахивали Детективный роман В этом Надо разобраться Незнакомец Бросил нам вызов Я готов Его принять Абдулов Который читать Не очень любил Прочитал до того Как убили его героя Дальше он не читал И всю картину Он допытывался У всех Кто убийца Ему морочили голову Там говорили На этого Покажали На другого И пока фильм Не вышел Он так и не знал Кто убийца СМЕХ Нужно жизнь Прожить так Чтоб было Что вспомнить Но стыдно Рассказать Еще 10 минут назад Я жалел Что приехал Таня Друбич Интересный человек Очень Таня Она же врач Мало кто знает Что она врач Практикующий Гомеопат И это у нее хобби Если бы не Соловьев Она уж давно бы И не снималась Она это и не очень любит Сюда посмотри на меня Ниже Правее лицо Нет Правее я говорю Еще правее Еще правее Вот так Вот классно Она замечательный Совершенно человек Она очень хорошо Чувствует людей Кстати Это она Соловьева Все уши прожужжала Надо чтобы Говорухин А у него и в голове Не было у меня Это Танька Мне идея Взяли на себя Новые обязательства По повышению Производительности Ой да че Все это надоело Ну какая Производительность Труда Чем больше горбатишься Тем меньше тебе платят Крутить дальше О О оставь Сали 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 Комотива Я вот когда снимался В фильме Аса У Соловьева Я ему как-то Однажды говорю Сережа По-моему Вот ты меня заставляешь Играть самого себя А этот Мерзавец Да еще и убийца Ты их никогда не видел Этих Теневых А я видел Серегу-то на ночь Снимаешь? Смелаю Пойдем Искупаемся По-моему Мы напрасно Амонтизируем И героизируем Преступника Ты заставляешь зрителя Симпатизировать Моему персоналу А это Неправильно Не страшно? Чего? Далеко отплыли Берега не видно Ногу сведет И каюк Нет не страшно Ну хорошо поплыть дальше На что мне Соловел говорил Ты артист Твое место в буфете И мы шли в буфет Прекрасно отдыхаем Я очень люблю застолье В кино Меня всегда раздражает Когда это снимает Неграмотно или неинтересно Я на это обращаю внимание Когда там Что-то кладет хозяйка То что Ну то что могут подать Я не знаю В каком-нибудь дешевом кафе От дома Ну вот он пришел Муж с работы Она ему подает Какой-то салатик Тут еще кусочек хлеба И еще И больше ничего Ну так же не бывает Во всяком случае В нормальных домах У русских людей Должна быть куча закусок И прочее Ну например У меня в Ворошиловском стрелке Скажем Едят пельмени Ну пельмени Со сметаной Едят москвичи Ну те Ленинградцы Москвичи То есть те Кто в жертвении Понимает ничего В настоящей России Пельмени едят С уксусом И с горчицей И с перцем Вот как едят пельмени И вот я например Подробно показывал Как это делается Как наливается уксус Туда горчичка Как этот пельмень Там марц Как выпивается рюмка Водки Пельменем закусывается Будь здоровым Я очень люблю Это показывать У меня Есть фильмы Где это подробно Показано Например С аппетитом Пьют водку Мои две дамы В фильме Артистка Ну Там вдали За рекой Загорались огни А уж про последний В стиле джаза Говорить нечего Там этому посвящено Может главный эпизод фильма Помидорочки О Сальце Ну и как вкусно Соня Смотрите, как готовится Ой, это очень просто Смотри, моя рыбка Мы взяли кусочек сала Положили его на огонечек Оно потихоньку растопилось Остыло Мы туда чуть-чуть чесночка В холодильник Ой, как вкусно Я дома сделаю Спасибо Все, кушайте, мои золотые Кушайте Я вообще хотел бы снимать Фильмы Такие, какие снимал Данелли Ну, скажем Такие, как Я шагаю по Москве Не горюй Осенний марафон Но у меня не получается Как Данелли Это великий режиссер Георгий Данелли И Куда бы он меня ни позвал Я бы все равно согласился Но он мне предложил роль Которую мне, кстати, очень нравилась И играть очень нравилась И атмосфера И режиссер мне нравился И там были и смешные моменты Помню, какой-то был дубль Вот Последние два слова и паузу После этого я не успел сыграть Кончилась пленка И так этот дубль и вошел Они, помню, ржали над ним Вот это и есть твой эспресс? Ага Эспресс Чагин, вот тебе первое задание Следующий раз приеду в Москву Кофе должен быть горячим Понял? Алло Фирма Рит Ольгу Павловну, пожалуйста Оля Это я, Зося Вообще, как артиста Меня открыла Кира Муратова Она снимала фильм по Короленко Дети подземелья Картина практически не вышла Потому что там ее обкарнали Она вынуждена была взять псевдоним Сейчас-то уже, наверное, пишут Кира Муратова А раньше в титрах было написано Режиссер Сидоров И вот там я сыграл вот свою первую большую роль Она же женщина очень талантливая И все видит не так, как другие Вот она меня увидела В таком виде, хотя я в те времена был Веселой жизнью, не радостный, хулиган Куда они вас Все выносите В голубую комнату Куда хотите Все, выносите Все, не надо Не надо красивых, лишних вещей Ничего лишнего Стол, стул, кровать Человек должен быть свободен и одинок А детей в приют Свободен и одинок А детей в приют Да Ну куда, просто приятно В голубую комнату В голубую комнату Не надо, не надо Не надо Да уходите Отсюда не Ничего лишнего В голубую комнату Да, человек будет свободен Да, которая сизая Выносите, все выносите Моя жена умерла Зачем ты ее взял? Она там стояла Зачем ты ее взял? Хочу излечиться Хочу ее лечиться Мне есть картины, о которой мне не стыдно говорить Например, на мой взгляд Самая лучшая моя картина Это не хлебом единым В 56-м году После 20-го съезда партии В Новом мире был напечатан Роман Не хлебом единым Передать вам, как его читала страна Я просто не могу Для этого надо жить в это время Очереди стояли в библиотеках В читальных залах А потом состоялось Пленум Союза писателей Где Дудинцева подверглись Значит, жесткой партийной критике Ну ладно, на этом бы и кончилось Так и роман стали изымать Здесь библиотеку Дудинцева отлучили от литературы И вот по этому роману Я начал снимать кино Я к нему долго примирялся Несколько лет Перечитывал роман Думаю, ну что же в нем интересного Обыкновенный, на сегодняшний взгляд Производственный роман Ну что тут можно экранизировать Ну все бы меня вот что-то тянуло К нему и тянуло Ростислав Петрович Гражданка! Гражданка, стоять! Ростислав Петрович! Назад! Назад! Дроздова? Натяже Сергеевна, кажется? Здравствуйте! Что вы здесь делаете? Вас жду! И давно? Все три дня Пойдемте в машину Садитесь, пожалуйста Как вам это удалось, Надежда Сергеевна? Так они, когда бумаги-то жгли Тетрадка чудом и уцелела А истопник мне ее принес И говорит, выдать ценное Раз ни судьба была, ни сгореть Истопник прав Идеи, они вообще не горят И вы доверяете это мне? А если я возьму это все и присвою? Вы не присвоите Ну, даже если и так Все равно в ваших руках дело не попадет Ну, спасибо за доверие И что вы за это доверие у меня попросите? А я уже попросила Чтобы дело Дмитрия Алексеевича не пропало А чтобы я не снимал Это все равно я сегодняшней публике не пригожусь Все мои картины, начиная с Ворошиловского стрелка Все провалились в прокате Американские режиссеры говорят Да, мы снимаем фильмы для 14-летнего цветного подростка И мы сегодня уже снимаем только для этого подростка Или мы снимаем фильмы, которые в кинотеатре даже и не показывают А я вообще снимаю Я и еще десяток таких режиссеров, как я Прошкин, Хатиненко там и все Снимают вообще неизвестно для чего Я пессимист такой закоренелый Не скрываю этого Есть основания Знаете, кто такой пессимист? Пессимист – это хорошо информированный оптимист Вот кто такой пессимист Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok